А теперь, наверное, одно из самых интересных. Это сценарий использования, как можно использовать таргетинг и корректировку ставок. Давайте их рассматриваем. В целом, давайте отступим на шаг назад и посмотрим, какие сценарии бывают. Первый сценарий — это возвращение и пробуждение клиентов. Уверен, он есть у каждого из вас. Это тот случай, когда какая-то часть клиента по какой-то причине перестали пользоваться вашей компанией, сервисом, и вы хотите их вернуть, пробудить, сделать их снова активными. Это первый сценарий. Второй сценарий — это дополнительные продажи. Сюда входят и до продажи, когда человек получил какую-то услугу, и вы продаете дополнительную услугу. Также это апсейл, когда человек, например, имеет статус серебряного клиента, а вы хотите, чтобы он имел статус золотого клиента, и переводите его с категории в категорию. Это второй сценарий. Третий сценарий — это использование похожего сегмента. Это абсолютно отдельная линейка сценариев. Мы их посмотрим сегодня детально. И с помощью похожих сегментов можно делать очень много. Пока не забегая вперед. Маленький спойлер. И четвертый сценарий — это исключение сегмента. Любого сегмента аудитории можно исключить из вашей коммуникации для повышения эффективности. Теперь давайте пойдем детальнее. Как осуществляется сценарий возвращения и пробуждения клиентов? Что нужно сделать? Первое. Вам нужно сформировать сегменты с клиентов, которые перестали проявлять активность. Это может быть что угодно. Перестали покупать, перестали заходить на сервис, перестали пользоваться мобильным приложением и так далее. После этого вы должны загрузить этот сегмент и создать сегмент Яндекс.Аудитории. После этого вы должны продумать специальное предложение, которое будет мотивировать клиента вернуться. Дополнительная скидка, акция и так далее. И этот пункт очень важен. Не стоит рассчитывать на то, что если клиент вернулся, а вы ему показали просто в заголовке название своей компании, он тут же побережит с радостью вам возвращаться. Вы должны его чем-то промотивировать для повышения эффективности. Поэтому этот пункт очень важен. Дальше вы должны запустить рекламную кампанию в Директе с таргетингом на созданный сегмент и с формированным предложением. При этом здесь очень важны эксперименты и очень важно уделить больше времени подбору разных объявлений и сценариев. Вот, например, давайте представим, что мы загрузили клиентов, которые перестали покупать корм для своей кошки в вашем магазине. И два объявлений. Первое — корма для кошек, второе — напоминаем про вашего питомца. Как вы думаете, напишите, пожалуйста, какое объявление будет эффективно? Просто на основе вашей интуиции, на основе вашей экспертной оценки. Один или два? Вы сегодня огромные молодцы. Абсолютно все говорят, что вариант два. И это правда так. Если вы возвращаете клиента, обязательно стоит упоминать, а почему вы к нему сейчас обращаетесь. Например, давно не были в магазине X или давно не пользовались сервером Y и так далее. Тогда повышается CTR, тогда человек понимает, да, действительно, это компания, которую я знаю, и да, действительно, я не пользовался давно ее услугами, нажму на объявление, посмотрю, что там. Как показывает практика, если вы просто возвращаете клиентов, либо коммуницируетесь с клиентом, которые были у вас год назад, полгода назад и так далее, и пишете в заголовке название своего бренда или своего продукта, это не работает. Вам нужно именно выстроить коммуникацию и завлечь пользователя, обратившись к нему персонально. Как раз этот инструмент, он очень гибкий и позволяет обращаться персонально к выделенному сегменту аудитории, и это обязательно нужно использовать. Еще стоит сказать, конечно, что мы сейчас выбрали объявление интуитивно, но в реальности нужно обязательно проводить АБ-тесты и эксперименты, потому что интуитивно мы можем думать одно, а на практике окажется, что именно это объявление реагирует и работает именно для этой аудитории, именно для этого сегмента. Но экспертно кажется, что в данном случае второе объявление должно работать лучше. Дальше переходим к следующему сегменту, и следующему сценарию — это дополнительные продажи. Что нужно сделать здесь? Мы должны сформировать сегмент из клиентов, которые уже являются нашими клиентами, которые уже приобрели некоторый товар или услугу. После этого мы должны создать сегмент Яндекс.Аудитории, загрузить туда список ваших клиентов, и после этого опять-таки сформировать и подумать о специальном предложении для этих пользователей. Опять не сработает вариант, если вы просто что покажете в заголовке имя вашей компании или вашего бренда. Вы обязательно должны продумать сценарий, тот, который будет заинтересовать ваших пользователей. И дальше есть два варианта. Первый вариант — мы запускаем рекламную кампанию в Директе просто с таргетингом на созданный сегмент и с формированным предложением. И второй вариант — мы повышаем ставки на созданный сегмент у существующих рекламных кампаний. Давайте приведем пример. У меня есть интернет-магазин, и есть список хороших пользователей, которые регулярно у меня покупают. При этом у меня есть пофразовые рекламные кампании в Директе абсолютно классические, например, по словам «купить платье», «купить туфли» и так далее. И я могу повысить ставки на сегмент своих лояльных пользователей, если они будут вбивать запрос «купить платье» или «купить туфли», именно им будет с большей долей вероятности показываться реклама. Ну и как следствие они уже будут знать меня, потому что я знаю, что они у меня покупают, и как следствие будут переходить и с большей вероятностью покупать, чем обычно. То есть здесь вы можете застраховаться от того, что ваши конкуренты не будут показывать объявления вашим лояльным пользователям. Если вы знаете, что это они, то просто повышайте на них ставку и показывайте ваше рекламное объявление. Дальше. Относительно большой блок — это использование похожего сегмента. Есть целых три сценария, которые сходу можно придумать, как можно использовать lookalike и похожий сегмент. Сценарий номер один. Мы формируем сегмент из хороших клиентов. Каким-то образом отобрали тех клиентов, которые на наш взгляд являются хорошими. После этого создаем сегмент в Яндекс.Аудиториях, загружаем туда этот список и создаем с помощью Яндекс.Аудитории сегмент похожих пользователей на исходных сегмент. При этом опять не забываем о специальном предложении, мотивирующего нового пользователя выполнить нужное целевое действие. Дальше. Запускаем рекламную кампанию в Директе на сегмент похожих пользователей со специальным предложением. Тут нужно отметить, что когда ищутся похожих пользователей, в итоговом сегменте автоматически исключаются те, кто был в начальном сегменте. То есть в сегменте похожих пользователей вы получаете только новых клиентов, которые похожи по поведению. Итак, первый сценарий. Собрали хороших, нашли похожих и таргетируем свое предложение просто на этот похожий сегмент с вашим каким-то суперпредложением, скидками и так далее. Таким образом мы пытаемся привлечь новых покупателей, которые похожи на тех, кто уже у нас покупают. Сценарий номер два. Формируем сегмент из хороших клиентов, создаем опять сегмент в Яндекс.Аудиториях и также находим сегмент похожих пользователей на исходный сегмент. Дальше. Опять формируем специальное предложение, мотивирующее новое пользователя выполнить нужное целевое действие, но при этом не таргетируемся на этот сегмент, а повышаем ставки для существующих уже по фразовых рекламных кампаний на созданный похожий сегмент. Это означает, что вы будете ставить больше ставку, если пользователь пришел и вбил, например, купить платье, и при этом он похож на того, кто у вас уже покупает. Тем самым вы повышаете эффективность ваших коммуникаций. И сценарий номер три. Часто бывает вопрос, а могу ли я использовать сегмент похожих пользователей и таргетироваться на него только на поиске. Ответ можно как раз с помощью этого сценария. Формируем сегмент из хороших клиентов, создаем сегмент в Яндекс.Аудиториях, находим похожих. Надеюсь, этот путь вы уже практически выучили наизусть. Потом опять формируем специальное предложение, подчеркиваю еще раз, это важно, и запускаем по фразовую рекламную кампанию, классическую, но с низкими ставками на обычные слова, а на сегмент похожих пользователей сильно завышаем эту ставку. Таким образом, скорее вы не будете выигрывать аукцион, и по обычным фразам обычные пользователи их видеть не будут, но будут видеть только те, кто вводит в поиски какое-то ключевое слово и похож на ваших хороших пользователей. Таким образом, реклама на поиске и только тем пользователям, которые похожи на ваших хороших. Поэтому здесь привызываю экспериментировать и находить именно тот сценарий, который подойдет именно вам. И последний сценарий — это исключение сегмента. Представим, что теперь у вас есть не хорошие клиенты, а плохие клиенты. Загружаем, формируем из них список, создаем сегмент в Яндекс.Аудиториях, либо находим похожих на них. Да, не удивляйтесь, похожих можно найти не только на хороших, но и на плохих. Что же с ним дальше делать? А дальше мы плохих или похожих на них можем исключить из нашей рекламной кампании с помощью понижения ставки на 100%. Очевидно, если понизим ставку на 100%, у них будет ставка 0, и ваши объявления такие пользователи видеть не будут. Особенно эта штука круто работает с похожими на плохие. За счет этого вы опять сможете повысить эффективность ваших коммуникаций. Как видите, возможность применять сценарий масса, и очень хочется, чтобы вы нашли именно тот способ, тот сценарий, который будет работать именно для вас. Продолжение следует...